США в гневе. Русские и китайцы воруют у нас военные тайны. Армии и войны. Военное обозрение 3 июля 8-4 США в гневе. Русские и китайцы воруют у нас военные тайны. Америка приписывает себе авторство в создании самолетов Ту-160, Су-27, Чей, 31 и ракеты. П.Л. 15. Владимир Тучков. Комментариев просмотров 6532. Фото, скриншот видео. YouTube.com Китайское издание Хуань Сушибао опубликовало статью о том, как в США возмущаются тем, что Россия и КНР копируют их военную технику. Американские СМИ после появления у конкурентов какого-либо уникального оружия сразу заявляют, что это чуть ли не результат военно-промышленного шпионажа. Это случилось и с российским военным самолетом Су-27, бомбардировщиком Ту-160, боевым вертолетом Ми-28, а также китайским беспилотником Ми-Лун, летящий дракон, и истребителем Чей, 31, пишет китайский эксперт. Хотя, конечно, трудно вообразить, с чем можно и сравнить абсолютно оригинальный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Или где мог позаимствовать свою сверхманевренность Су-27, если по этому параметру американские истребители рядом с ним не стоят. Теперь Хуань Сушибао уличает американцев в том же самом в копировании китайских военных технологий. И главная претензия высказывается относительно ракеты «Воздух-воздух большой дальности» PL-15, которой США противопоставить нечего, и которую пытается воспроизвести компания Lockheed Martin. Американское издание «The National Interest» полтора года назад так охарактеризовало ситуацию, сложившуюся в этом сегменте ракет воздушного базирования. Эта ракета вызвала оцепенение среди командования ВВС США. Глава командования военно-воздушных операций Вооруженных сил США генерал-лейтенант Герберт Карлайл заявил, что из-за создания этой китайской ракеты Соединенные Штаты должны в срочном порядке разработать замену. АМ-120, МРАМ, которой уже несколько десятков лет. Сирийский опыт, то сочка даст врагу прикурить как операция на Ближнем Востоке позволяет улучшать устрашающие боевые системы. Действительно, самая последняя модификация АМ-120D, появившаяся 10 лет назад, имеет дальность 180 километров и весьма посредственные скоростные характеристики. Дальность PL-15300 километров. При этом прямоточный воздушно-реактивный двигатель обеспечивает разгон ракеты до скорости в 4-х вопросительный знак PTM. Максимальная скорость перехватываемых целей 5500 километров в час, то есть нижняя граница гиперзвука. И это, действительно, для американцев громадная неприятность. Использование PL-15 на истребителях ВВС КНР означает, что отныне США утратили возможность проводить против Китая массированные авиационные операции. Потому что для новой китайской ракеты легкими целями становятся самолеты-заправщики, авакс, летающие командные пункты. А без них операции ВВС США, которые, в частности, проводились дважды против Ирака, невозможны. Вполне понятно, что и США требуется аналогичная ракета. Потому что пройдет некоторое количество лет, и Китай обзаверится необходимым для визита к берегам Северной Америки количеством авианосцев. И тогда уже Пентагону придется ломать голову над тем, как отбиваться от массированных налетов авиации противника. В конце июня в интервью изданию Air Force Magazine, бригадный генерал Энтони Джина Темпа, руководитель программы вооружения ВВС США, сообщила о разработке новой ракеты совместными усилиями ВВС, ВМС, армии и компании Lockheed Martin. Она получила название AM-260. Ее летные испытания запланированы на 2021 год, а принятие на вооружение должно состояться год спустя. Первоначально она будет установлена на самолетах F-22 и F.A.18, а потом на F-35. Интересно, что разработки начались еще два года назад и проходили тайно, сообщает издание Хуань Сушибаа. В истории ВВС США еще не было настолько непрозрачного проекта. Информация о данной ракете поступала в очень ограниченных количествах. Ее главной особенностью стало увеличенное расстояние удара у ракеты. АМ-120 оно составляло около 180 километров. Сообщается, что секретность, которой США окружили разработки, во многом объясняется схожестью ракеты с китайской. П.Л. По словам бригадного генерала, появление в 2016 году ракеты П.Л. Пятнадцать стало главной причиной разработки американскими ВВС и ВМС. А.М. В прошлом году два истребителя-невидимки J-20 совершили весьма примечательный показательный полет на Авиашу в Чжухае. Они показали отцеки для вооружения с четырьмя ракетами. П.Л. Пятнадцать. Двадцать четвертого июня на американском сайте. Бизнес инсайдер. Также появилась информация о том, что А.М. Двести шестьдесят это неоригинальная разработка компании Lockheed Martin, что на нее повлияла китайская ракета воздух-воздух большой дальности. П.Л. Пятнадцать. Необходимо добавить, что американцев подвигала к новой разработке также и российская ракета воздух-воздух большой дальности Р-37М, разработанная в КБ Вымпел. Ее дальность достигает 305 километров. Ракета предназначена в первую очередь для перехватчика МиГ-31. Также она используется в составе вооружения двух наших новейших истребителей Су-35С и Су-57. В отличие от китайской ракеты Р-37М имеет не воздушно-реактивный, а твердотопливный двигатель. Так что посмотрим, чем же завершится американская секретная разработка, какой двигатель на нее поставят. Какой же будет дальность А.М. Думается, что до дальности КС-172, разработкой которой уже длительное время, с перерывом на период безденежья, занимается Екатеринбургская КБ «Новатор», она не дотянет. Проектная дальность двухступенчатой КС-172 400 километров. Максимальная скорость перехватываемых целей 4000 километров в час. Масса осколочно-фугасной боевой части 50 килограммов. Впрочем, относительно того, когда разработка завершится, нет полной ясности. Однако есть уверенность, что КБ «Новатор» эту тему дожмет, поскольку в его активе есть такие уникальные разработки, как крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер». Китайское издание обращает внимание и на то, что США перенимают опыт у России. Прежде всего, это относится к гиперзвуковому оружию. В июне компания Lockheed Martin провела первое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую поднял в воздух стратегический бомбардировщик P-52. Правда, это была не ракета и даже не ее прототип, а имитатор, совпадающий по весу и геометрии с изделием, которое предстоит создать. То есть пустая болванка. Бомбардировщик покатал имитатор по воздуху для определения аэродинамического воздействия на будущую ракету сопротивления и вибраций. Разумеется, пусть к ракеты не было в виду отсутствия у нее двигателя. Хуань Сушиба обращает внимание на то, что профиль американского полумфабриката очень близок к профилю российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», носителем которой является МиГ-31К. Действительно ли иранский Хордат-15 конкурент С-400 Тегеран нахваливает свой комплекс, но самые важные объекты защищает ЗРК С-300? Выводы публикации таковы. Вслед за развитием военных технологий в России и Китае в некоторых областях США превращаются из лидеров в догоняющих, из инноваторов в подражателей. Прежде чем скептически отнестись к выводу, все же следует обратить внимание на слова в некоторых областях. И это по отношению к Китаю абсолютно справедливо. У него есть ракета, которой нет ни у кого в мире. Это противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, имеющая дальность, по различным оценкам, от 1500 км до 3000 км. Оснащена головкой самонаведения. В контур управления полетом входит спутниковая сеть, главная задача которой заключается в снабжении навигационной информации ракет DF-21D. Ракета на высшей части своей траектории захватывает космос. Снижается на цель практически вертикально на громадной скорости, что делает крайне проблематичным ее перехват. В отношении DF-21D совершенно справедлив термин «убийца авианосцев». Так вот США, судя по всему, не имеют возможности подступиться к созданию аналогичного оружия из-за его необычайной сложности. Разработкам такого рода оружия должны предшествовать обстоятельные научные исследования. Китайская противокорабельная ракета была воспринята в США с еще большим унынием, чем PL-15. Несколько американских адмиралов признались, что авианосные группы не смогут наносить ракетно-бомбовые удары в глубине территории Китая, потому что авианосцы не смогут подойти к побережью ближе, чем на 1500 километров. Военное обозрение, действительно ли иранский хорда от 15? Конкурент С-400 военные новости, Эрдоган, С-400 будут в Турции через 10 дней. Конкурент С-400